А вообще, известно, что еще со времен Российской империи балетные были всегда любимцами элиты, я имею ввиду элиты не культурной, а правящей. Изменилось вообще отношение элиты к балетным в постсоветской России, как вы считаете? — Не знаю. Не знаю, я не могу ответить просто на этот вопрос, потому что со мной это не происходило, а у других я не знаю. — Не, как с вами не происходило. Вы могли позволить себе роскошь отказаться от членства в партии, в КПСС. — Нет, это не роскошь. — Нет, многие не могли просто отказаться от этого, вынуждены были соглашаться. — Вы сколько думаете, сколько я... — Так в том-то и дело. — Это лет десять мы с Максимом и нас... — Отказывались, конечно. — Да, но мы не отказывались. — Не отказывались? — Я не отказывался. Я не настолько был смел и радикален, чтобы сказать, нет, вот когда подошло время, когда просто я понял, что и дальше тянуться это не может, каждый раз я говорил, что я не готов, что я не знаю, я, знаете, вот, не понимаю много, не понимаю, что я могу сделать. Я и так делаю все для партии, для того, чтобы всем было хорошо. Но потом, когда один раз только уже пришел ко мне человек в выборницу, все, Володя, понимаешь, нам же нужны. Нам нужны смелые, нам нужны люди правдивые, нам нужны люди честные. Это очень недостает таких людей в партии. Вы сами же понимаете, вам же очень многие не нравятся люди. Да, мне очень многие не нравятся. Так вот, мы и хотим, чтобы мы пришли. Вот давайте, я понимал, что все равно это, ничего, я, ничего хорошего из этого не выйдет, но опять не понимал, как, что делать, и потом, нет, 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 я говорю, я не могу. Вот завтра приходите, завтра мы как раз, не надо ничего вообще, никаких комиссий, ничего. И вот тогда я сказал, а почему, ну почему, Володя, когда я говорю, да просто не хочу. И как ни странно, после этого никто никогда меня не жал. Думаю, что вообще, если бы я был, наверное, очень хитрый или хитроумен, наверное, я тоже бы так бы сделал, я просто об этом не думал. Но это же потрясающий шанс, понимаете, потому что вас верят, верят в то, что вы принципиальны, чистосердечны, прямодушны и любите свою родину. И вот мы ездили, когда мы с Катей, постоянно, не пускали никого, мы почему-то ездили, что сразу многих возникло подозрение. Это неспроста, понимаете? И здесь вот много таких есть... Я думаю, что люди, которые принимали решение выпустить или не выпустить, они на самом деле были в своем ремесле достаточно грамотные. То есть они точно... Они абсолютно точно знали, и они правильно это делали. Что можно, чего нельзя. Хорошо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Полтора 24.